Ну реально крутых объектов, концептуальных, настоящего специалиста, руководителя Юнакова-Архитекса, завидного жениха, Ивана Юнакова. Ваши аплодисменты! Спасибо большое. Тоже с праздником поздравляю. Спасибо организаторам, что пригласили на эту встречу. С вашего позволения, я буду не только здесь стоять, но и там ходить, потому что, в принципе, так тяжело это будет в одном месте. И, Настюш, как эта штука работает? Более точно. Расскажи, пожалуйста. Вот, на самом деле, куда? Никого из них. Хорошо. Давай, пробуем. Раз, оп, назад. Отлично. Спасибо. Еще раз добрый вечер. Так получилось, что я представляю сегодня компанию Юнакова-Архитекса. На самом деле, никакого отношения, ну, отношения имеет, и никакого отношения не только ко мне это имеет. То есть, основал компанию мой отец еще в 91-м году. Он выходил из КИФ-проекта, и так получилось, что, ну, передал дело мне и моему брату. То есть, у нас минимум работает двое. Федор, к сожалению, приехать не смог. Жена, дети, дело такое. Вот. И отправил меня представлять компанию. Итак, что такое компания Юнаков? Это 25 человек, которые постоянно работают над проектами, которые не только интерьер, но еще и крупная архитектура, урбанистика и все остальное. То есть, по факту, продукт большого коллектива. 25 человек, которые находятся в хед-офисе, и 15, которые находятся на насторице либо фрилансе. То есть, в общем, где-то 40 человек. В принципе, вот так вот выглядит рабочий процесс. Ну, все трудно видеть, но на самом деле все улыбаются. Вот. Как бы, уже спускаюсь к вам. Следовательно. Вот. Это у нас входная зона, пресепция. Второй этаж это переговорная. Ну, я вкратце расскажу про то, как процесс происходит. Ну, уже интересно, не знаю, у нас уже есть слайды. На втором этаже находится библиотека материалов. Это, в принципе, интересно подрядчикам и тем, кто соплайм занимается. Вот. Что еще интересно? То, что где-то в 2008 году, как мы знаем, все произошел кризис, и большая архитектура как бы ушла на задний план. То есть, благодаря малой архитектуре дизайну удавалось оставаться на плаву. Но специалисты, которые работали в компании, это люди с большим опытом, еще которые работали в советское время, работали в крупных институтах проектных. То есть, они остались у нас. И это дало очень большой интересный толчок для молодежи. То есть, молодой человек, который приходит к нам на работу, он через 2-3 года становится уже специалистом, скажем так, довольно-таки серьезного уровня. Потому что, ну, он проходит весь цикл образования, который мы получили, естественно, институты. Институты это номинальное только образование. Как бы ничего плохого, не хочу сказать про образование наше, но так получается. Вот. И благодаря этому удается выдавать довольно-таки качественный продукт. Не только с точки зрения дизайна, с точки зрения рабочей документации, вообще технических, вообще... Ну, это фотография с инстаграма, но, в принципе, вот так вот выглядит. Счастливый человек, который, наконец-то, согласовал проект и согласовал всю рабочую документацию. Эта рабочая документация стадия архитектуры и конструкции вот только на у коттедже, причем небольшого. То есть, мы выдаем довольно-таки большой пакет документов. Это, в принципе, немножечко выделяет на рынке, грубо говоря. То есть, в принципе, я видел, что... Ну, 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 не важно. И да, что такое какая философия компании? А, естественно, раньше говорили, что польза прочных короткарстан, это попсах, как бы все об этом знают. Вот. Сейчас во всем мире на второе место выходит многофункциональность, потому что прочность – это вопрос конструкторов, не как архитекторов, тем более, не как дизайнеров. Вот. То есть, мы пытаемся сделать так, чтобы наше здание можно было использовать по-разному. Это касается административных и многофункциональных комплексов. Так. Чем занимаемся? Занимаемся всем. Ландшафтный дизайн, общественные здания, коммерческие интерьеры, коттеджи, интерьеры обычные. Сейчас. Начнем с ландшафтного дизайна. Это у нас Одесса. Четвертая фонтанная улица. С этой стороны у нас находится военная часть, но так получилось, что скоро здесь будет находиться жилой комплекс. Ну, довольно-таки неплохой прибавки делают. Это заправка, скажем так, Коломойского. Да, поэтому не будем ничего говорить про красные линии, которые тут проходят, это не наш вопрос. Тут находятся трущобы. Тут много живут цыгран, много живут домашних животных, там, козы и все проще. Сам парк находится вот в нашей габарите. Вот они. Одесса-совет землю выделил, называли ее парк Эджан. Потом. В этой стороне находится еще кусочек военной части, а тут находится ипподром. Когда-то еще, по-моему, где-то 2007-й был или 2006-й, еще обратились на компанию на реконструкцию ипподрома под жилье. То есть, я говорил уже о том, что, как бы, ипподром будет сноситься. Естественно, слава богу, он еще и весь. То есть, мы эффективно люди, которые хотим, чтобы сохранить те функции города, которые были в этом. Вот. Принцип какой? Тут сейчас находится парковая зона. То есть, просто идет артерия, которая проходит в главный вход ипподрома. Что еще отделяет, то есть, выделяет одесситов, скажем так, вот в своем городе? Они паркуются где хотят. То есть, сейчас вот эта вся часть заставлена автомобилями, вот эта часть заставлена автомобилями, потому что здесь зеленая зона. Изначально заказчик к нам обратился и хотелось, чтобы мы сделали просто обыкновенную прокуророчную линию. Был конкурс небольшой. Ну, вот так получилось опять, чтобы победили. И основная задача была вот в нашей компании. Вот мы встретились, собрались всем коллективом, начали думать, в чем прикол, вот длина всей вот этой вот артерии приблизительно 350-400 метров. Ну, по-моему, скучновато, да, вот так вот гулять вперед, назад, вперед, назад, учитывая то, что Одесса – это колоритный город, там, ну, очень колоритный город. Соответственно, мы пытались сделать так, чтобы маршрут человека был максимально долгим. Таким образом, мы завернули нашу маршрут вот таким вот образом, типа восьмерочки. Также, учитывая, что это парк имени Азербайджана, то есть, ну, не имени, а в честь Азербайджана, то есть, мы учитывали основные их праздники. Один из основных праздников – это день цветения граната. То есть, у нас есть места, где цветет гранат. Мы его объединили с детской площадкой. То есть, мы этот парк максимально сделали удобной для людей. То есть, не просто было ли, чтобы можно было еще с детьми прийти, будут специальные места, где можно даже поспать, типа гамаков. Будет место фонтанов, будет место летнего театра. Для того, чтобы… Это Одесса, колоритный город, я уже это говорил. Также, чтобы как-то привлечь людей сюда, мы сделали, внимание, общественные туалеты. Это важный элемент для парка. Хотелось сделать еще, конечно, там небольшой кальянчик. Очень классно лежать, наверное, было бы там холме и там покуривать. Но, пока нам это не разрешилось на пенсионная станция, но, думаю, разрешим. В этом месте мы организовали авансцену. То есть, получается, микроамфитеатр уличный, где могут люди, предположим, утром йогой заниматься в этом месте, а вечером можно спокойно играть там на гитаре, и зрители будут это слушать. Ну, что-то вроде… Ну, европейская, в принципе, практика. Такое любят во многих странах, столицах и больших городах. Идемте дальше. А, здесь мы организовали парковку. Очень важный элемент, как я уже сказал, для одесситов. Она будет зеленого типа. Куда я вот так? А, извините. Вот. Также есть в этом парке, вернусь назад, доминанта. Она находится здесь. Она нужна для того, чтобы человек ориентировался по парке, куда идти. Почему? Потому что эти холмы, на самом деле, очень активны. У них функция одна из, это закрыться от трещок. Ну, конечно, сейчас архитекторы скажут, типа, ну, конечно, лучше закрыться, чем ректуализировать то, что есть. Вопрос нашей задачи, то есть наша задача стояла, это сделать этот парк, а не реконструкция этого комплекса. То есть, пока мы сделали таким образом, создали этот холм, и этот, и этот, и этот, новых холм создали. Таким образом, этим людям не мешает шум, потому что холму закрывает. Также, таким образом, он расположен, что солнце не будет слепить исполнителей и зрителей, которые здесь находятся. И вот, проходим дальше. В практически всех культурах мировых есть такое понятие, как дерево жизни. Ну, то есть, опять-таки, попсовая штука, но она есть везде. И, учитывая, что Азербайджан страна, где семейно ориентированная, то есть, там, у людей крепкие браки, много детей, мы решили секментировать на этом тоже. И создали большую медную конструкцию, мы хотели сделать ржавой, вот, но она немножко испугала наших заказчиков, и мы решили ее сделать медной. Соответственно, в этой конструкции, у нас сверху, будет находиться такая вот, кругленькое отверстие. И, вообще, вся эта конструкция выполняет роль микробеседки, альтанки и места для, там, селлфи или всяких таких вещей, которые, в принципе, довольно-таки популярны сейчас. Вот. Также, эта беседочка, этот вход, вернее, вот одно деревце, вот другое деревце, она сквозь только проходит. Это как раз, когда люди будут гулять по холмониму, пройти сквозь. То есть, под ней находятся, с одной стороны, санузлы, с другой стороны, элементарные для обслуживания этого парка. Опять-таки, мы видим, что, а, про вот это отверстие самое интересное, то, что там будет специальный механизм, он будет состоять сверху из двух таких вот цилиндров, ну, да, цилиндров, и человек, предположим, парень с девушкой пришли в этот парк погулять. И они смогут покрутить такой вот механизм, и эти штуки будут прокручиваться, и в ночное время, опять-таки, как раз, вот Николай, который рассказывал про средотехнические технологии, вот это будет интересно потом, когда их реализуют. То есть, и получается, будет, знаете, как Бэтмена зовут, когда. Так вот, у людей будет свой рисунок, который они будут проигрывать. Вот. Опять-таки, мы давали большой акцент на зонах рекреации, где могут человек посидеть, дети поползать, и тут стоит человек, а он может ползать. Также мы сделали аллеи выдающихся людей из Абаджана. Ну, это, кстати, сложно догадаться, что это художественная гимнастика, но вообще это мгновенные элементы из 3D Max, и все их узнают, да, наверное? Просто еще не хватало какого-то скульптуры, да, на стадии эскиз. Вот. Опять-таки, разноплановые, разные лавочки, разные какие-то ландшафтные зоны. Вот мы видим холмы, которые закрывают там Савву Брамовну от супруга. Фонтан. Интерес фонтана в чем? Что в нем будут находиться форсунки, безветренную, естественно, погоду, которые будут... Сначала фонтан разбит на много разных административных зон Азербайджана. Но также мы знаем, что Азербайджан когда-то предложил Карабах, но его так получилось, что кусочек забрали, и он, получается, из двух частей состоит. Так вот, мы пытались сделать таким образом, что люди из... не мы, так исторически сложно, что люди сейчас из Карабаха попадают в основной Азербайджан через только самолеты. В общем, как? С каждой форсункой перебрасывает по воздуху поток воды в зависимости от флага-радара. То есть, получается, когда вы видите, какой самолет куда летит, так вот перекраска идет. И когда человек летит из Карабаха в Баку, предположим, будут все время выстреливать вот эти вот волны. Ну, это идут дальше. О, кстати, вот, это у нас медная, потемнированная медная вот эта вот стела, которая, в принципе, согласованная. Начинаем подсветочка. Вот это административные округи разные. Отсюда будут вылетать вот эти вот фасыночки. Вот зона, вот эта вот, которая разделила, вот, Карабах находится, а вот это две части Азербайджана. А, по Одессе, в принципе, все. Ну, одно но. В последнее время, как бы, очень тяжело было это все согласовать. Запретику можно говорить, да? Ну, думаю, можно. Значит, удивило то, что очень тяжело было что-то согласовать в Одессе. И были даже попытки как-то, ну, какой-то демарш, чтобы этого не было. Но потом, в конце концов, удалось перенять мяч на свое поле, грубо говоря, и согласовать все эти проекты. Но, к сожалению, произошла такая вещь, что кризис нефтяной произошел. И за Биржами произошел кризис. И проект сейчас замороженный. Но мы надеемся, что в 2017 году мы начнем уже реализацию. Следующий проект – это Львовская путь.